Август самое лучшее время для того, чтобы отдавать ребёнка в детский сад. Но говорят это обычно мамочки, а вот что думают профессиональные психологи? И какой совет дадут мамочкам для того, чтобы дети начали успешно ходить в детский сад и полюбили его? Адаптация – тема нашего сегодняшнего разговора с нашими гостями. На студии Екатерина Чемрова, детский психолог, педагог с опытом более 10 лет. У меня здесь ещё 5 строчек регалий, со мной, игропрактик, создатель детского клуба и ещё много-много кто. Представляете? И это моя ассистентка юная Таисия. Таисия, очень приятно. Давайте начнём с самого главного. Всё-таки сейчас август месяц, конец лета – хорошее время для того, чтобы начинать эту адаптацию к детскому саду? Это самое лучшее время, потому что, во-первых, хорошая погода, солнце ещё продолжает светить рано утром, а это значит, ребёнку будет проще встать пораньше. Ранние пробуждения. Да, да. Чем… Если вы собираетесь повезти ребёнка в садик зимой, например, солнце встаёт поздно, ребёнок встаёт в темноте, его тяжело собрать, ему тяжело собраться, проснуться и вообще… Да в ночь у меня ведёте. Да, мы сами утром не хотим вставать теплой. Поэтому лето – это лучшее время. Ещё летом проще всего перейти на режим садиковский. Это одно из важных правил. Родители должны подготовить ребёнка к режиму. Это самый проблемный момент, потому что для того, чтобы ребёнок легко адаптировался, ему нужно чувствовать себя комфортно и чувствовать себя привычно. Дети должны… Детям нужны правила, и они тогда чувствуют себя в безопасности. То есть адаптация начинается, по сути, ещё до детского сада заблаговременно. Что ещё нужно сделать заблаговременно? Какие-то беседы с ребёнком? Какая ещё подготовка, если вдруг режим у ребёнка всегда был примерно такой? Если режим уже есть. Хорошо терапевтические сказки. Вот, например. Дети любят сказки, они любят их слушать, любят их придумывать. Есть ещё сейчас очень популярные книжки «Поцелуй в ладошке» или «Кармашек полный поцелуев». Идея этих книжек в том, что мама оставляет ребёнку с собой поцелуй. Складывает их в кармашек. Да, складывает их в кармашек. И если в садике ребёнок загрустил, тогда ребёнок может залезть в кармашек, достать мамин поцелуйчик, и тогда ему не так грустно и не так печально. Потому что для детей всегда поход в садик – это стресс. Долгое время не видишь маму. Можно за этот стресс как-то ребёнка поощрять? После детского сада, в период адаптации, подарок какой-то. Какой ты молодец, вот так тебя отмечу. Лучше вести беседы, если будете дарить подарки каждый день после садика, ребёнок к этому привыкнет и будет потом требовать, и для него будет ещё дополнительный стресс, отказ от этих подарков. Обязательно разговоры. Когда ребёнка забираете из садика, нужно спрашивать, как прошёл его день, что интересного произошло в садике, чем их кормили, что ему понравилось или, может быть, что ему не понравилось в садике. Ребёнок может открыться родителям, и после садика первое время в адаптационный период он будет очень активный с родителями, потому что в садике ему придётся сдерживать себя, и когда родители будут его забирать, это будет очень громко, очень эмоционально. И родителям важно тоже быть эмоционально включённым в этот процесс. Тоже громкими. Привет, привет! На самом деле, да, потому что ребёнок эмоционально видит, если родитель счастлив и рад его видеть, и он ждёт этого момента не потому, что ему там плохо, а потому что ему просто нравится, что ему рады. Что делать, если адаптация идёт тяжело, если ребёнок с плачем уйдёт в детский сад, если утром просыпается с тем, что не хочу идти в садик, что делать в этом случае? Первое, опять же, терапевтические сказки. Второе, я уже говорила, что ребёнок любит правила, ему нужны эти правила, и поэтому родителям тоже нужно вводить такие ритуалы. Ритуалы – это то, что будет привычно для ребёнка. Какие ритуалы? Вот тот же самый поцелуй в ладошки и поцелуй в карманчиках – это ритуал. Также ритуал может быть, когда маме помахать в окошко. Это помогает маме безболезненно уйти. Вроде бы мама рядом, но она за стеклом, и она может… Если в садике есть окна. Ну, что за капитал? Это капитал, я в садике не могу. Вот, и самое главное – не затягивать эти прощания, потому что чем дольше мама остаётся утром с ребёнком, тем тяжелее они расстаются. В первую очередь должна быть спокойна мама. Если она приводит ребёнка в садик, она должна знать, что с ребёнком будет всё хорошо, он в безопасности, он хорошо там проведёт время, он всегда под присмотром. Если мама беспокоится, то слёз не избежать 100%, потому что ребёнок чувствует, что мама волнуется, и значит, есть какая-то опасность, если мама переживает. Даже есть такая рекомендация, я знаю, чтобы папа отводил ребёнка в детский сад, вот со мной это хорошо работает. Он менее эмоционально привязан. Если маме тяжело отпускать ребёнка, вообще адаптационный период, он скорее даже в большинстве случаев больше для родителей, потому что мама не всегда готова отпустить ребёнка, она с ним находилась три года вместе неразлучно, а тут ей нужно оставить ещё и неизвестно где, и неизвестно с кем. Давайте слово дадим нашему специальному корреспонденту. Таисия, как вы считаете, зачем вообще нужен сад? Может, он не нужен нам? Может, уберём его? Зачем он нужен? Есть у тебя ответ такой? Или это взрослые придумали? Зачем-то? Не знаю. Ну вот ты ходишь к нам в садик, и тебе нравится там? А что тебе там нравится? Не знаю. Игровая. У нас ещё есть специальный вопрос от редакции. Очень нужен нам, нашему продюсеру, совет. А что делать, если с другими детишками подружиться не получается? Как с ними задружить? Ну вот про игры, да. И в целом, можно ли ребёнку с собой давать игрушку свою в садик? Вообще, что касается игр, это нужно уточнять у руководства садика, потому что некоторые воспитатели против того, чтобы ребёнок приносил. В основном, это касается муниципальных садов. Что касается частных, я не встречала ни одного сада, я проработала во многих, где ребёнку бы запрещалось приносить с собой игрушки. Потому что одна из рекомендаций во время адаптации, это взять с собой любимую игрушку или какую-то мамину вещь. Например, платочек. Почему мамину вещь? Потому что они пахнут мамой. И ребёнок тогда чувствует себя комфортнее. И вот я принесла сегодня такую хитрушку, которой можно воспользоваться. Сейчас самая популярная игрушка... Антистресс, попыт, да. Если ваш ребёнок принесёт попыт в садик, он сразу же получит внимание от других детей. Все захотят дружить с ним? Все захотят с ним дружить, посмотреть, потрогать. Если ребёнку тяжело самому установить контакт, тогда можно воспользоваться такой хитрушкой и взять попыт. А с ним можно играть в разные игры. Вот, например, покажем Стасе. Стасе, покажем? Вот, например, взять простой кубик и взять попыт. Кубик спрятать под пупыркой. И надо искать, да? И нужно его, да, например, Тась, назови любое число от 1 до 10. Три. Три. Лопай. Не попалось. Я называю. Пять. Один, два, три, четыре, пять. Это, наверное, хороший совет, даже если ты трудоустроился куда-то и пришёл на работу. В принципе, возьми с собой попыт и кубик. Спасибо большое за полезные советы. Мне кажется, что ряд ребятишек красноярских сегодня этим утром спасены от тревоги, от печали благодаря прекрасной Екатерине и прекрасному ассистенту. Спасибо вам большое. Ну и, мамы, давайте держимся, крепимся, легко отдаём в сад. Или папа пускай вводит. Девять.